Мы понемногу наращиваем объемы производства. На слайде показан тоннаж производства кормов для рыб по годам. В 2020 году произведено и отгружено 8750 тонн. Это примерно на 2000 тонн больше, чем в 2019 году. В этом году предполагаемый объем производства составит от 9 до 10 тысяч тонн. То есть растем поступательно. Интересны пропорции выпускаемых кормов по видам рыб. Корма для форели составили в прошлом году 66% от общего количества произведенных кормов. В абсолютном выражении это 5800 тонн. 16% от общего объема производства составили корма для осетровых видов рыб. Это порядка 1400 тонн. И оставшиеся 18% от объема производства. Это корма для садкового корпа и также для африканского и канального сомов. Рассмотрим ассортимент кормов для выращивания форели на 2021 год. Как и прежде мы производим отдельный корм для молодей. Это форель 49-16. Подходит для кормления форели массой от 20 до 40 грамм. И в 2020 году у нас появился новый корм, который производится диаметром 3 мм. Это форель 45-20. Ранее 3 мм для форели производилось в виде 4 рецептов. Это 42-17, 42-20, 42-24 и высокоэнергетический корм 42-27. Мы приняли решение производить единый корм, поскольку все-таки 3 мм предполагается кормить форели от 40 до 100 грамм. И это такой ответственный диапазон навески, когда важно не то, чтобы получить очень такой низкий кормовой коэффициент, важно сохранить здоровье форели. Поскольку какое здоровье мы заложим форели до 100 грамм, от этого в многом зависит, какие результаты, какой кормовой коэффициент мы получим на втором сезоне выращивания и на третьем. Ранее мы также делали 3 мм, вот 42-27, и были случаи, когда маленькую форель перекармливали высокоэнергетическим кормом. И в качестве последствий мы видели, что печень все-таки подсаживается, и при этом кормовой коэффициент очень низкий. Но в будущем у такой форели могут быть проблемы с перевариванием корма. Поэтому мы решили избежать всех этих возможных затруднений, избежать перекорма высокоэнергетическими кормами, и сделали единый рецепт. Форель 45-20, и можно перекормить, и можно сделать все, что угодно. И этот корм превосходит все продукционные корма, которые мы ранее производили. Также мы производим стандартно продукционные корма для форели. Как и прежде, это стандартный диаметр 4,5-6-8 мм. Также стали часто делать 10 мм. Поэтому если кому-то надо, то мы можем изготовить. И также мы условно производим корм для маточного стада форель 47-17, который содержит в своем составе натуральный пигмент. В этом корме содержится минимальное количество антипитательных веществ, которые могли бы повлиять на репродуктивное здоровье рыбы. Содержание витаминов и микроэлементов в этом корме для маточного стада более высокое по сравнению с продукционными кормами. И это дает стимулирующий эффект для развития форели. В этом корме полностью отсутствуют практически растительные жиры. Поэтому если вы хотите получить здоровых жизнестойких личинок, то ремонтом маточного стада лучше все-таки кормить этим кормом. И если кормить маточное стадо предназначенным для этого корма, то и потенциальные возможности роста получаемой молоди будут максимально высокими. Если же маточное стадо кормить обычным продукционным кормом, неважно какого производителя, то и это скажется на то, какой будет кормовой коэффициент у получаемой молоди. В случае, если нет возможности приобрести отдельно корм для производителей или его нет у вас в наличии, на какой-то момент времени кормить производителя надо, то в крайнем случае можно использовать форель 42-24, в котором есть астаксантин. Почему мы условно производим корм для маточного стада? Потому что в прошлом году мы его сделали вообще не раз. То есть это говорит о том, что, как правило, производители кормят обычным продукционным кормом, но мы все-таки рекомендуем отдельный корм. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Добавил субтитры DimaTorzok